Вау! Вау! Дядьки, не берите это никогда! Тоже губы-то столько жрались, что очень сложно разговорить. У меня вот раз... Ааа, залысина! Обман. Прислонить. Вот так вот, прямо так, оп-оп. Ох, женские штучки с Алиэкспресса. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будут бьюти-штучки с Алиэкспресс. Давно они уже, некоторые давно ждут, а некоторые только пришли. Наконец-таки я нас собирала несколько бьюти-штучек, которые вместе с вами мне очень-очень сильно хочется затестить. Но прежде чем мы начнем, хочу порекомендовать вам один канал, тоже про бьюти-тематику, а главным образом про волосы. У кого длинные волосы, у кого есть детки, кто не знает, что же сделать сегодня нам на голове, то от самых сложных причесок до суперпростых за 5 минут на каждый день или на выпускной вы сможете все найти на канале. Ссылочку я оставлю под видео, все очень подробно показано, как делается та или иная прическа. Обязательно заглядывайте, подписывайтесь на канал, поддержите начинающих блогеров, я думаю, что вам тем более будет это очень полезно. Все будем делать по порядку, и первое, что мне хочется с вами затестить, это вот необычные такие вещи. Короче, может быть, кто-то меня поймет из девочек, у кого нависшая века. Китайцы это используют в качестве какой-то такой наклейки. Я много смотрела этих видео, но даже не представляю, как это будет смотреться. Я взяла два вида, просто здесь такие розовенькие, здесь они на картинках смотрелись, ну, они разные, по толщине разные какие-то, но смысл у них один и тот же. В общем, вот у вас нависшая века, например, да, вы туда в складочку делаете вот эту липучку, и она как-то должна залеплять, что у вас получается глаз, то ли он поднимается, то ли нет складки вот здесь вот какой-то. Ну, короче, мне очень хочется это затестить. Значит, одна бьюти-штучка пришла вот буквально вот так, палочка и вот такие полосочки здесь, просто силиконовые полосочки. В общем, вот моя складка. Вот эта силиконовая непонятная штучка. Я ее сюда накладываю и типа вот так моргаю. Или нет, подождите. Давайте другой стороной. Одна сторона липкая, другая нет. Во! Вот так. И чё? Пока я ничего не поняла, просто наклеила фигню какую-то. Все, догнала. Тут, короче, между ними прям такая силиконовая, липкая, тоненькая штучка. И сейчас я ее... И сейчас я ее прилеплю в складку. Раз. Теперь я открываю глаз. И нифига. Теперь я открываю глаз, и нифига. Что за фигня? А? Она вообще какая-то нелипкая, нифига. Пробуем из другого набора. Может быть, она более липкая будет, потому что это нифига не липится. Так, здесь в другом наборе точно такая же палочка. Но здесь они уже выглядят по-другому, как-то откручиваются. Короче, я с горем пополам наклеила ее себе навека. Смотрите. Видите, наклеена. И вот я открываю так глаза. Типа она... Что она делает? Ну, как бы особо не мешает. Я ее не чувствую. Ну что, она что-то делает вообще? Вот этого я не понимаю. Сейчас на вторую наклею. То есть, вот эта, она не с двух сторон. Делает ли она что-то? Ни хрена, я не пойму, что она делает. Она ни хрена, по-моему, не делает. Вообще, по идее, она должна быть с двух сторон. Короче, ну вот эта вот односторонняя, и она ничего не делает. Сейчас я все-таки вот эту двустороннюю попробую. Может, она прилепит с двух сторон. Ну, ни хрена она не клеится. Посмотрите, она вываливается. Хотя эта сейчас с двух сторон у меня липкая. Офигня какая-то. Обман. Короче, девочки, я поняла, что это полная херня. Что одна, что вторая. Я надеюсь, в общем, следующие бьюти-штучки будут поинтереснее. Так, следующее, пока мы не вымазались, следующие женские штучки. Смотрите, что я нашла. Какая-то вещь для того, чтобы стричь свои брови. Сейчас я попробую стригануть свои брови, хотя они у меня, в принципе, нормальные. Возможно, их лучше даже не трогать. Но так как мы с вами экспериментируем, мы должны. Страшно. Прикиньте, я сейчас как стригану. Блин, страшно, реально. Типа, я вот так вот подсекаю бровку. Типа, лишнее тут убираю. Сейчас пипец как уберу лишнее. Будет некрасиво. Я боюсь. Мама. Я режу брови. Короче, знаете, мне кажется, это что? Или, по-моему, не той стороной. Вот я должна вот так. Вот так. Типа, расчесочка мне подравнивает, да? Да, да. А ножичком я вот раз. Ааа, залысина! Девочки, это так страшно. Мои идеальные брови. Короче, я такая расчесываю раз расчесочкой и лишнее раз испиливаю. Слушайте, ну оно реально работает, но я думаю, что это должно быть интересным, знаете, кому. Не бьюти. Ну, хотя, может быть, у девочек есть какие-то заросшие прям брови, которые вот так вот, да, которые нужно подстригать. И оно удобное, оно острое, оно режет вот сразу. Ну, не знаю, насчет ровнять. Можно, кстати, ими подровнять просто. Удобно ли это будет? Сейчас вот так. Вот просто бровки, если подровнять. Ну да, в принципе, удобно. Это можно любыми ножницами сделать. А вот что касается этой расчесочки, это вот, знаете, либо вы берете такую, такие ножнички именно для, вот, дедушки, знаете, и у них такие вот заросли, заросли там. У бабушек даже я не видела какие-то такие заросли. Ну вот, с такой расчесочкой удобно расчесывать именно вот заросли. Следующая бьюти-штучка, которую я хотела бы попробовать, это вот такая вот штампик такой для тех, кто не умеет красить тени. Я хочу с вами попробовать, давно лежит уже у меня, давно взяла. Хочу с вами попробовать. Выглядит он, ну, это просто, то есть из нее ничего не вылазит, просто такая штучка, за которой удобно держаться. Здесь у нас идет силиконовая в форме глаза. Глаза вот такая вот штука, которую мы вот так вот должны, да, в случае чего, что-то она какая-то здоровая, прислонить. Вот так вот, прямо так, оп-оп. Но для этого нам нужно нанести на нее тени именно так, как мы хотим. Сейчас мы это сделаем. Итак, я беру тени, которые у меня здесь есть, беру кисточку, и наполовину я нанесу светлые тени, а наполовину я нанесу темные тени, и мы с вами пришпандолим все это дело. Беру практически самые светлые. Вот так. И второе беру темные. И их наношу вот так наполовинку. Второе. Здесь особо не видно разницы, но сейчас на глазике, я думаю, мы это увидим. Опа. Опаньки. Ой, вдавила глаз. Слушайте, нихрена не видно. Хотя, вроде как, и отпечаталась. Надо сделать потемнее. Я нанесла сейчас вот сюда, как видите, темную прям совсем. Давайте. А! Падает, зараза, все из рук. Давайте еще раз проверим. Опа. Просто она хотя бы будет отпечатываться. Какая хера бора. Просто трындец. Девочки, не берите это никогда. Боже, мне кажется, даже рукожоп самый рукожопный сделает лучше. Что это такое? Так, все, эту штуку, короче, мы с вами затестили. Полная херня. Хотя, у меня была похожая силиконовая для бровей. И она мне понравилась, потому что она работала. Возможно, что нужно ее прям впечатывать, знаете, куда-то. Ну, это все равно, ну, как бы криво. Но она не по форме глаза у нас настолько у всех. Давайте вот так сделаю, чтобы вот для пущей верности. Вот, типа, напечатали. Ну, она криво даже печатается. То есть, это должна быть большая какая-то такая штука. Ну, я вот вижу, что она, не пойми, как напечаталась. Давным-давно я уже взяла вот таких кошечек, которые тоже хотела давно протестить. Также они в фикс-прайсе продавались. Давайте проверим. Просто сделаю одну стрелочку, пока я не замызгала свои глазки. Много разных кошечек, много разных разновидных стрелочек. Но вот сейчас мы что-нибудь попробуем сделать. Например, вот такую стрелочку. Нет, куда-то она слишком высоко идет. Этими кошечками можно даже не только стрелки красить, но и тени красить, как это красиво. Тут еще заговоздка в том, что нужно еще и приложить одинаковых. Ну, например, я вообще профи, да? Одной. Раз. Вот так, раз. Типа стрелка. Рука-жоп. Рука-жоп. Блин. Ну, неудобно, когда у тебя в руках зеркало, конечно же. Повторяем процедуру. Так, с другой стороны. Нет, давайте с этой закончим. Это что это у нас? Какая-то непонятная кривая. Ага. Как-то вот так она должна была быть приложена. Это вот, типа, накрашена. Это лишка. Убрать. Так. Ну, красивая стрелка. Тут, собственно, ручно можно как-то все это убрать. Так, ну и вот тут мы вот так вот подровняли нашу стрелочку. Как вам? Вроде красивая, вроде аккуратная. Вроде подходит мне. Я бы что-нибудь другое еще попробовала бы. Вообще, я не любитель такой рисовать вот эти все стрелки. Вот это меня так бесит, напрягает. Вот это реально, даже если ты не умеешь, лучше вот так рукой быстро там сделал что-то. А давайте попробую, я повторю рукой. Вот сделала я одну такую стрелку, а вторую сделаю рукой. Ну-ка. А внизу подрисовала. Вверху подрисовала. Ну. Ну. По-моему, абсолютно одинаковые стрелки получились. Что скажете? Поэтому все эти штучки я вообще не знаю, для кого придумала. Лично я стрелки не умею красить, но мне кажется, я без этой штуки справлюсь намного лучше. Так, ну и что, напоследок у нас я заказала. Это что-то такое, знаете что, от второго подбородка, по-моему. Какой-то лифтинг. Так, и я думаю, что уже пора бы, уже пора бы, я так думаю, мне начать. Как оно работает. Ой, у меня же губы накрашены. Ё-моёшечки. Так, смотрите, у меня до подбородок какой был. И какой станет после. Что за дырки вот здесь? Ну вот, допустим, вот так, да? Натягиваем. Ой, мамочки. Вот так вот. И уходим. Ой. Что-то у меня не получается. Стой. Может, с другой стороны реально? А, это для ушей. О, господи. А я думала. Ушки. О. Вот так вот. Ну и что? Это реально может работать? Не, ну есть же такая тема с носом. Вот Кристинка делала как-то обзор. Алиэкспресс таких штучек. Она на нос прищипела такую штуку. Походила с ней. И нос такой раз. И сузился. Может, это тоже тема такая. Раз, короче. И второй подбородок у тебя исчез. Расскажите, девчонки, кто пробовал такую вещь? Может, еще что-то надо? Может, маску как будто туда внутрь надо делать? Вообще, мне кажется, что вот здесь надо тоже. Вот здесь складка будет. Морщина. А-а-а. Как это вот так надо делать? Чтобы не было морщин. Прикол вообще. Прикол вообще. Ну, сейчас подержим это чуть-чуть, да посмотрим. Ну, короче, прошло 10 минут. Я просто не знаю, 10 минут. Снимаем, смотрим. Боюсь, что ничего не изменилось. Вау. Вау. Конечно, не вау. Я просто 10 минут походила. Я не думаю, что есть смысл мне ходить сейчас целый день и что-то изменится, потому что у меня нет пока что даже намеков на второй подбородок. Но мне кажется, эта штучка прикольная. И вот, кстати, интересно, для чего вот эти еще. А-а-а. Это. А-а-а. Прикиньте. Стойте. Смотрите. То есть мы делаем это так. Натягиваем это. Ушки открыли. Все. Открыли и сделали. А вот этой штукой, это еще. Мы еще можем тут натягивать. О. Еще. Выше. 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 Даже бубы-то столько сжались, что очень сложно разговорить. Я не знаю, что со мной будет после того, как я это проношу. Пол часа хотела. А, у меня уже плохо. Плохо. Ох, женские штучки с Алиэкспресс. Блин, короче, на самом деле, я не знаю. Вот из всего того, что я взяла, вот эта вещь, мне кажется, какая-то, ну, интересная. Кто знает, кто пробовал, да, может быть, какие-то у вас будут советы для меня по вот этой штучке, расскажите. Что касается вот этих вещей, мне кажется, что реально самый человек, который даже не умеет красить, сможет накрасить лучше без всех этих вещей. Тем более без вот этой штуки. И, ну, вот эти тоже я не поняла, как ими пользоваться, хотя у меня есть нависшая века. О, господи, у меня тут до сих пор остался трэш. Какой-то. Хотя у меня нависшая века, и есть, что загнать туда, приклеить. Но самое интересное, мне показалось, это вот эти ножнички, которые реально, ну, они мне не пригодятся, конечно же. Но пусть лежат, потому что мало ли, какие родственники в возрасте приедут или знакомые, которым нужно будет подрезать брови. А у меня есть ножницы такие. Все, мои хорошие, надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Оно сэкономит ваши денежки, либо, наоборот, вы что-то для себя увидели тоже интересное, что захотите заказать. Ссылки в любом случае на все товары я оставлю под видео. Ну, а с вами прощаюсь до следующего. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok